всем привет сегодня я покажу вам отчет по моему процессу яблочки я уже близка к финалу сейчас посмотрите что у меня получается вот смотрите какие у меня яблочки нарисовались половина уже с бэком то есть сегодня у меня 1 января сегодня у меня выходной день и весь день я посвятила вышивки тимур на вахте он еще не приехал поэтому я сижу дома и вышиваю никуда не пошла в общем а вот вышила бэк очень много бэка я вам скажу в основном бэк черный а вот здесь чуть-чуть будет использоваться по моему коричневые здесь вроде зеленый я еще не посмотрела какие два цвета будут использоваться пока я только отшиваю то что черными ядками чтобы не запутаться сейчас вышью полностью черный бэк потом вышью бэк другого цвета в общем вот такая получается картина но если такими темпами то завтра наверное закончу хотя загадывать не буду сегодня много часов вышивала поэтому спина болит на завтра загадывать ничего не буду а к снеговичкам еще не приступала я вам показывал снеговичков но я себе цель поставила завершать в общем какая работа ближе к финишу такую я сейчас упорно вышиваю вот в этих яблочках у меня оставался вот небольшой участок и бэк поэтому только занимаюсь яблочками а когда уже их завершу а тогда буду вышивать что-нибудь другое в общем на этот раз я себя держу в руках но все завершила я яблочки на бэк у меня ушло два дня но не полных два можно сказать два вечера все равно конечно бэка очень много я не помню чтобы в моей работе какой-нибудь было столько бэка в инстаграме написала девочка что авторские схемы из-за этого многие не вышивают потому что большое количество бэка но хотя в принципе у dimensions тоже есть работы где много бэка ну лично я не увидела ничего страшного конечно же крестиком вышивать мне нравится больше чем делать бэк но не скажу что он меня очень сильно утомил или как-то вымотал сложности были вот здесь в корзиночке я здесь по моему даже забивалась вот здесь было сложно но распарывать не стала в общем оставила как есть но все теперь осталось мне работу постирать но она в принципе не сильно у меня и запачкалась вот здесь я немножечко делала разметку потому что здесь разбросаны были цветочки нужно чтобы разметка отошла воду делаю комнатной температуры положу туда пусть полежит минут пять и все вот и потом развешиваю я не буду никакими моющими средствами стирать в принципе работа чистая так что постираю поглажу из-за бэка немножечко стянулась но в принципе это когда я сняла с пялец когда на пяльцах работа была все было натянута поэтому а когда я ее поглажу конечно же все это расправится на пяльцах все было ровно ничего стянуто не было сейчас сняла и такое ощущение что немножечко сжалась работа очень понравилась мне работа это авторская схема марии бравко прошлом году были скидки на новый год на 8 марта многие авторские схемы были со скидками и тогда я купила у меня еще есть авторские схемы укомплектованные ниточками а есть у меня на канале видео об этом какие схемы я еще купила и какие укомплектовала очень много у меня начатых процессов я все никак не соберусь снять вам видео о своих начатых процессах и как я уже давала слово месяц назад или даже два месяца назад буду их завершать нового ничего не планирую как вот в прошлом году мы договаривались что будет два новых сп я сама подбила девчонок а вот юлию сайкину подбила открыть сп павлины катю вышивальную черепашку подбила начать сп вышивальная черепашка ну и раз уж я была инициатором конечно же я девчонок поддержу вот ну вот это максимум что я планирую на следующий год все остальное на этот год вернее о еще не перестроилась уже надо говорить на этот год 2019 в общем у меня в планах завершать начатое завершать пока это мои основные планы и вот единственное что я начну это вот участие в сп но опять же это будет попозже сразу я не буду вступать потому что в январе планирую еще завершить свои начатые работы а потом чуть попозже вступлю и нужно мне завершить свои совместные проекты провести розыгрыш в общем вот такие у меня планы на ближайшее время знаете что на мой взгляд не хватает в этой работе вот здесь бисеринок желтеньких это же яблоневый цвет вот здесь немножко желтый прям просится сюда бисеринки мне так кажется хотя не знаю может быть они будут и лишний в принципе здесь все бутоны раскрытые только вот этот цветочек и вот этот цветочек раскрытый посмотрю постираю поглажу приложу может быть пришью сюда несколько бисеринок все постирала погладила не могу налюбоваться очень нравится эта работа я уже выставила ее в инстаграм вконтакте кто не подписан у меня под видео есть ссылочки я сначала туда выставляю фотографии потому что фотку выставить быстрее чем видео снять смонтировать поэтому те кто подписан на инстаграм видят раньше всех и с девчонками вконтакте мы уже обсуждали эту работу мне написали что так наверное не бывает когда в одной корзинке и яблочки и яблоневый цвет вы знаете а я думаю что бывает я вам весной это покажу у меня есть похожая корзиночка мне наташа дарила на корзиночку и когда будут свести мои яблони у меня кстати есть одна яблоня она цветет розовыми цветами вот главное чтобы она не отдыхала в этом году а на рынке у нас продают вот такие яблоки всю зиму так что я вполне могу купить яблок положить их в корзину вместе с этим букетиком в общем сочетание обалденное если я не забуду я обязательно сниму или такое видео или фотку где будет вот эта работа и будет также точно такой же натюрморт в общем если забуду напомните мне в мае на майские праздники что я обязательно должна сделать такую фотографию понравилась мне эта задумка моя вот как-то так спонтанно созрела эта задумка но немножечко не по сезону в общем вот такая вот прекрасная работа вышивала я на линде 27 линда нежно-голубого цвета на разных основах вышивают эту работу у меня было несколько вариантов я уже показывала когда выбирала основу долго думала на какой основе вышивать какой цвет выбрать но в общем то я не прогадала и у автора в альбоме я видела по моему такой же был цвет ну или во всяком случае похожий вообще фото плохо передает цвет у меня как-то получилось на фотографии бледнее вот здесь вроде камера верно передает на цвет основы я сейчас не помню какой номер какой тон вот этой основы но в принципе у линды небольшой выбор оттенков поэтому я думаю такая светло-голубая канва у них возможно такая одна ну в общем вот так вышивала ниточками dmc покупаю я на резкой в магазине радуга вышивки у нас в оренбурге это интернет магазин у меня очень много роликов я коли езжу в гости и в принципе мои зрители об этом магазине знают я в конце вам оставлю ссылочку на такой ролик и там внизу есть все ссылки в общем не удобно заказывать нарезку я не люблю заказывать нитки мотками не люблю когда они у меня остаются и так много всяких остатков уже девчонки складывать некуда сколько всего остается я стараюсь дома не держать и остатки наборов я сразу раздаю вот так что не хочу я чтобы у меня нитки оставались поэтому заказываю нарезку конкретно на каждую схему в общем что теперь у меня в планах но конечно же игрушки елочные потому что летом они будут не актуальны эти игрушки от design works я обязательно их повышеваю не знаю все ли я вышью или нет насколько терпения хватит и буду разбираться со своими начатыми процессами очень надеюсь что получится у меня снять видео обо всех процессах и я должна выбрать следующий процесс который я буду продолжать конечно в приоритете у меня снежный барс дименшинс но я решила знаете по какому принципу выбирать процессы я же буду бороться с моими начатыми процессами чтобы их было как можно меньше и смотрите что я решила как я буду бороться в общем я буду выбирать процесс который ближе к финалу если мне мало осталось там вышивать то я этот процесс возьму в работу когда его вышью потом выберу следующий процесс где также я уже близко подошла к финалу и тем самым мои процессы будут сокращаться потому что если я возьму процесс где чуть-чуть выше то например маленький уголочек понятно что большую картину я буду долго вышивать но у меня есть такие процессы где больше половины вышито ну в общем обязательно с вами выберем и покажу какой следующий процесс я буду вышивать а вот эту работу я обязательно закатаю в ролл который мне подарила катя и 5 января будет встреча вышивальщиц и я хочу взять эту работу показать хоть что-то новенькое я возьму на встречу и девочкам покажу встреча будет 5 января в 10 утра наши оренбургские девчонки вышивальщицы они ночью не спят вышивают и уже утром в 10 часов встреча я в шоке я не знаю как я утром проснусь это же праздники ночами вышиваю но в общем надо постараться эти дни я встаю рано где-то 8 пол восьмого надеюсь мой режим не изменится и пятого я не просплю в общем вот такие вот обалденные яблочки у меня готовы ну вот так пока это мои скромные итоги это первая законченная работа в январе ну ладно неважно я все равно сроки себе не ставлю просто хотелось мне именно к пятому января к встрече какую-нибудь работу завершить оформлять поэтому я ее не буду но все на этом свой отчет заканчиваю большое спасибо за просмотр всем желаю удачи с вами была инесса пока пока